В Рязани возобновились работы по ямочному ремонту дорог. Связано это с наступлением уже по-настоящему весенней погоды. Дорожным ремонтом занимаются ежедневно около 10 бригад. Администрация сообщает, что работы ведутся как днем, так и ночью. Тем не менее, водители продолжают калечить в ямах свои авто. Александр рассказывает свою историю, которая знакома сотням рязанских водителей. Ехал домой с работы, вместо 20 минут дорога заняла несколько часов. Возвращался с работы. В районе 11 часов в проезд в Яблочково ехал. Попал в яму. Два колеса разлетелись, можно так сказать. Резина дорогая была, колеса оригинальные. Наслышан то, что возмещают ущерб. Можно посудиться. Вызвал гаишников. Все там оформили. В очереди часа 4 просидел. Конечно, это очень тяжко, нудно. На ответственных за полутораметровую яму глубиной 22 сантиметра в развитом районе города Александр решил подавать в суд. Сразу после заключения независимой экспертизы. На следующий день сделали экспертизу независимую. Там насчитали порядка 160 тысяч ущерба. Чтобы выяснить, как действовать, когда случаются такие ДТП, связанные с ямами, водитель обратился к автоюристу. Ведь он не понаслышке знает все тонкости асфальтовой войны с юридической точки зрения. Александр обратился по причинению ущерба в результате попадания в яму. Исковое заявление. Цена иск у нас составляет 140 тысяч рублей. Так как у него автомобиль дорогой, БМВ на него запасные части стоят достаточно дорого. Данное исковое заявление было подано у нас в феврале. Ждем заседания. По мнению юриста, ямы куда страшнее, чем кажутся. Потому что могут привести не только к распространенным повреждениям шин и дисков, но и к более серьезным последствиям. Автовладельцы могут попасть на такие неприятности, как повреждение бамперов, повреждение подвески и дорогостоящего рулевого механизма. Также, кроме того, могут быть последствия куда еще хуже, когда автовладелец, пробивая колесо, допустим, выезжает на полосу встречного движения. Стоит ли судиться в любом случае решать автовладельцу? При наличии правильно оформленных документов сотрудниками ГИБДД шансы выиграть дело стопроцентные. Подобные судебные дела обычно длятся от двух месяцев до полугода. За причиненный ущерб в результате попадания в ям в дорожном полотне несут ответственность органы администрации муниципального образования. При подготовке искового заявления в суд для взыскания ущерба потерпевшая сторона должна подготовить независимую экспертизу, обратиться к квалифицированному специалисту. Дальше расходы у нас на госпошлину, расходы на юриста, на доверенность, которые в дальнейшем взыскиваются по решению суда. При составлении документов уже на место происшествия необходимо быть внимательным. Здесь есть свои нюансы. Если вы попали в яму в дорожном полотне, необходимо в первую очередь вызвать сотрудников полиции, которые в дальнейшем должны составить схему места совершения административного правонарушения. В данной схеме проследите за тем, чтобы они указали размер ямы. То есть вот как у нас есть схема, где указана длина ямы, метр ширина, метр двадцать, глубина 17 сантиметров. В мэрии обещают уже к августу в Рязани отремонтировать 20 километров городских дорог.